Усердие и упорство этих людей – пример для многих. Уже восьмой год подряд люди с ограниченными возможностями становятся лауреатами премии главы городского округа «Преодоление». За все время ее получили 153 жителя. В клубе «Активное долголетие» состоялась торжественная церемония награждения. В этом году лауреатами премии стали 25 человек. Каждый призер получил по 25 тысяч рублей. Среди них люди, преуспевшие в сфере образования, культуры и спорта. У 13-летнего Гордея Баркова врожденная глухота. Благодаря кахлеарному импланту он может слышать и разговаривать. Молодой человек активно занимается спортом. Вместе с мамой ведет блог, где рассказывает о своих достижениях. Я выступал в Захимке на соревнованиях Московской области. Я занимаюсь еще плаванием, имею третий взрослый. Я очень рада, что я смог получить такую премию. И, ну, я думаю, это как-то круто, имею такую премию. То, что не зря старался. В жизни Анны Остапенко вынуждена передвигаться на костылях, но это не мешает девушке становиться лучшей в конном спорте. Она уже 6 лет занимается в Олимпийском центре планерная и не раз занимала самые высокие места на соревнованиях. Вместе с Анной конным спортом занимается Полина Крылова. Серьезных успехов девушка достигла и в учебе. Она регулярно принимает участие как в школьных, так и в городских олимпиадах. Рассчитывает и в следующем году вновь стать лауреатом этой премии. Большинство из тех, кто получил награды за достижения в сфере культуры, занимаются в Центральной детской школе искусств. Ее руководитель Инна Монастырская рассказала, что благодаря существующим программам учебный процесс подходит практически для каждого. Это и художники, это и дети, учащиеся эстрадного вокала, клавишных электронных инструментов. Эти дети становятся лауреатами московских областных конкурсов всероссийских и международных. Мы благодарны и главе города Дмитрию Владимировичу Волошину за то, что имеем возможность в городе привлекать людей с ограниченными возможностями здоровья в жизнь города и в жизни каждого учреждения. Преодолеть себя, свой недуг и живи полноценной жизнью – в этом и заключается основной посыл этой премии. В Хемках прикладывают много усилий, чтобы люди с ограниченными возможностями были адаптированными к жизни в городе и не чувствовали себя одинокими. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!